В эфире телеканала Freedom с нами на прямом включении. Сейчас будет Роман Цымбалюк, украинский журналист. Уж коллега. Роман, приветствуем. Привет, ребят. Привет. Роман, наверное, как никто из нашего цеха знает подноготную, прожил и знает тонкости построения вот этого мира, который сегодня называется русским миром, а также агрессором в Украине. Роман, вот вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов внезапно уехал служить на Северный флот. Вот просто забрали под белые руки. Это такой показательный призыв, чтобы другие боялись или как к этому относиться? История, она абсолютно комплексная. Если ее так вот разобрать, это называется добро пожаловать в мир очень вкусного пломбира, вкусного советского мороженого. И неприятности у него начались именно за то, что он публично сказал, что он уезжает, оставляет военный в этот клуб ЦСКА и собирается не просто куда-то, а в США, где живут одни американцы и вообще те, кто не любит Российскую Федерацию. Но вот эту бы историю, я бы ее еще разобрал бы и напомнил вам последний брифинг официального спикера МИД Российской Федерации. И там звучал, знаете, какой вопрос? А правда ли, что в России будут введены выездные визы? На что было заявлено, что нет-нет-нет, это противоречит Конституции России. И все здесь граждане Российской Федерации начинают и смеяться, и плакать одновременно. Потому что уж слишком много событий и действий, которые предпринимает российская власть, противоречит Конституции. В части там свободы собраний, ну и не только свободы СМИ и так далее, и так далее. Ну, по сути, вот люди из команды Путина 20 с хвостиком лет культивировали Советский Союз. И вот оно все произошло. Просто, как мы и предупреждали, Советский Союз это не мороженое по 20 копеек или поскольку оно там было. Это не дешевая водка и не дешевая вкусная колбаса. Это в первую очередь отсутствие прав. И, возвращаясь к этому парню, который местом Ненхел уехал за североледовит, как это называется, поезд, где уже совсем холодно, то добро пожаловать. Что ж, это не кино про стиляк, знаете, вот у них был такой очень... Шаляй-валяй, да. Да, классное кино на самом-то деле. Мюзикл, да. С точки зрения того, как это было снято, все красиво, красивые штаны, джаз там и секс с афроамериканцами. Только это было снято таким образом, что сказать, вот этот эталон, эталон того, как должно быть в России. Именно такое послевкусие этого. А на практике все по-другому. Слушай, ну это касается сразу очень многих аспектов. Например, аспекта призыва. Уже не хватает солдат и уже начинают в России призывать зэков, наркоманов, алкоголиков. Как ты считаешь, дойдет ли до открытой всеобщей мобилизации? Скорее всего, Путин до самого последнего момента будет играть в эту игру. Их там нет. Нет там срочников, нет у нас мобилизации. Все идет по плану. Он же, видите, три месяца эту фразу не повторял. Когда был во Сашхабаде, то что-то там пробубнил. И как раз вот эта вот фраза, да все идет по плану. Она звучала. Но у них в этом отношении реально очень большие проблемы. Потому что солдат они набирают везде. И самое забавное, что в том числе через сайты на бирже труда. То есть ищут вакансии на бирже труда. И самое потрясающее в этой всей истории, что больше всего желающих, или не желающих, а вакантных должностей, внимание, в 37-й мотострелковой бригаде из Бурятии, где больше всего погибших. Поэтому направление по поиску живой силы, так называемой, оно будет абсолютно разное. То есть это и сайты, не знаю, может быть на каком-то этапе будут в Тиндере это тоже распространять. Хотя, возможно, у них это уже запрещено. Ну то есть все возможные источники получения солдата, который может отправиться в Украину и погибнуть там, все это будет использовано. Но у них ничего не получится. Потому что даже на начало войны, то есть на февраль этого года, даже по информации Кремлевской социологической службы в ЦОН, хотя там в России социология такой инструмент манипуляции, но тем не менее, там было указано, что 50% молодых людей не хотят войны. Почему? Не потому что они Путина не любят. Любят, конечно, но они понимают, что в случае войны им придется самим туда отправляться. И вот сейчас мы видим, что эта цифра, она объективная, уверен, она еще выше. Потому что все же посмотрели на горы трупов, которые производит украинская армия, российских захватчиков. И там все сильно поумнели. Роман, вот только что пришла эта новость. Борис Джонсон таки подал в отставку. Можно попросить режиссеров, чтобы вывели... Володь, может быть, ты сможешь помочь мне, чтобы вывели на экран эти кадры. Кремл министр Британии официально объявил о решении подать в отставку. Ну, то есть мы помним, что в эти дни буквально десятками уходили из правительства. Ай, господи, государственные дети, личины. И вот все-таки это случилось, Роман. Сейчас поговорим об этом тоже. Вот смотрите. Джонсон сначала полномасштабного вторжения Российской Федерации. Активно поддерживал Украину. Выступал за предоставление военной и финансовой помощи. И, конечно же, в Украине мы все очень следили, буквально каждую минуту проверяли ленты. И надеялись, что, может быть, все же, ну, нет. Нам и не хотелось бы, чтобы подставка Джонсона таки свершилась. И вот новость дня. Ром, ты как считаешь, как изменится ситуация? Изменится ли ситуация? Ну, всем понятно, что Борис Джонсон, он такой друг Украины. Он поддерживает Украину, поддерживает правду, поддерживает здравомыслящую часть нашего мира, нашей планеты. Сейчас что-то изменится? Ну, я думаю, во-первых, конечно, мы в любом случае должны, украинцы, сказать ему спасибо. Вот у нас тут есть такой термин, хороший русский. Не знаю, был бы я обладаемый Александровичем Зеленским, я ему сказал, Борис, хочешь гражданство? Мы тебе можем его предоставить. Ну, и, то есть, вот в части личного момента, я убежден, тут все останется так, как оно есть. А Борис Джонсон с большой вероятностью останется мощнейшим игроком политики Великобритании. То есть, у него, мне так думается, все будет хорошо. Теперь, что касается поддержки Великобритании. Тут, понимаете, друзья друзьями, но интересы государства прежде всего. И интерес Великобритании в данном случае, он базируется на более таких весомых штуках, чем личные отношения. Поэтому все начатые Борисом Джонсоном, или как у нас говорится, Борис Джонсонюк, проекты военные, они все будут поддержаны. А это обучение наших солдат, это поставка оружия, в том числе высокоточного оружия. Это размышления и переговоры по поводу авиации и высокоточных ракет. И тут никаких изменений не будет. Тем более, насколько я вижу, его может заменить Волос, это министр обороны действующий, который как раз вообще очень хорошо погружен в эти все процессы. Ну или Тереза Мэй, если не ошибаюсь, тоже из их консервативной партии. Короче, любовь к Борису Джонсону, она у нас не уменьшится, независимо от того, на какой должности он будет. Но глобально, вот еще раз, в части поддержки Украины при борьбе с российским захватчиком, и тут все будет окей. Сколько бы там Песков не рассказывал, что Джонсон нас не любит, и мы его не любим. Ой, слушай, а как тебе такая реакция? Это же тот же уровень, кто как обзывается, тот так и называется. Моя удача без передачи. Нравится, не нравится. Да, вот эти вот фразы про любовь, это как раз лишний раз подчеркивают о безумии, о безумной мотивации российского правительства. Вот они здесь уже положили десятки тысяч российских молодых мужчин, которые они добивались любви. Понимаете, вот они пришли сюда с оружием, чтобы русских любили, Россию или россиян в целом. То есть, я не знаю, это логика маньяка, но другой логики здесь нет. Так что, любовь пусть они говорят своим близким, а здесь, если они отсюда не уйдут, они все найдут смерть. Я просто к чему-то все веду, что вот у нас ситуация на фронте немножечко подзастыла. Это не значит, что они не будут снова наступать, или где-то еще что-то не отгрызут. Но с каждым квадратным метром украинской земли, которую они временно контролируют, список объявлений на бирже труда, мы ищем, если буряты сейчас ищут сколько, 1270 человек, эта цифра просто умножится. А если вы ищете, что это половина состава 37-й мотострелковой бригады численности, то мы можем предположить, сколько погибло российских граждан. И в данном случае мысль, она всегда одинаковая. Границу Украины пересек с оружием в руках, тебя убьют. Она же дорогой россиянин. Нам все равно буряты, чеченец, русский или даже этнический украинец. Это не имеет никакого значения. Но вот эта опция, просто сюда не приезжать и не умирать, ее же никто не отменял. Давайте еще раз просто скажем, россияне, вы можете не умирать здесь. Эта опция есть, она просто есть. Можете жить своей жизнью, детей воспитывать, я не знаю, мечтать поехать в Турцию и даже ненавидеть Бориса Джонсона вместе с Зеленским. Да, но главное заниматься вопросами своего государства, а не новых проблем приносить другим государствам. Но это уже слишком много вы требуете. Тогда мы можем объяснить самым простым языком. Обещать не значит жениться. То есть те деньги, которые вам обещали, не обязательно, что вы получите, дорогие россияне, желающие пойти воевать в Украину. А после смерти деньги не нужны. Это касается и рядового солдата, и генерала, и миллиардера. И даже Путин свои миллиарды сам это не заберет. Вот еще этого никто не научился делать. Роман Цымбалюк, большое спасибо. Спасибо, Ром.